Добрый день, я Нормания Ирма Георгиевна, акушер-гинеколог, хирург, врач УЗД. Сегодня хотелось бы поговорить с вами на тему эндометриоз и миома матки. Я не напрасно объединила эти две нозологии в одну общую беседу, так как очень много схожего в подогнице этих заболеваний. В первую очередь это гиперэстрогенное заболевание, в том и в другом случае происходит пролиферация клеток, нежели их гибель, то есть больше патологических клеток образуется, в том и в другом случае имеет образование онкогенных эстрогенов и онкомаркеров. Что касается симптомов этих заболеваний, тоже очень много схожего. Это нарушение менструального цикла, это болезненные частые обильные менструации, это болезненный половой акт, боль в пояснице, также со стороны смежных органов ведет нарушения, болезненные учащенные частые мочеиспускания, также болезненность при акте дефекации. В любом репродуктивном возрасте женщина может иметь эндометриоз в сочетании с миомой матки. Причины возникновения этих заболеваний, в первую очередь это генетический фактор, это частые болезненные менструации, которые могут быть у пациентки в начале минархии установиться. Это частые оперативные вмешательства, частые аборты, операции, гинекологии. Принципиально они касаются лечения этого заболевания, так как каждому нужно определенный подход и конкретная ситуация. Если женщина прошла на прием и планирует беременность, либо еще не совершила свою репродуктивную функцию, и мы выявили эти заболевания, мы изначаем терапию, при этом сохранив репродуктивную функцию женщины. Что касается профилактики заболевания, это естественно посещение гинеколога в плановом порядке в год раз на 5-7 день менструального цикла и проведение ультразвукового исследования. Все это в комплексе поможет нам поставить диагноз на ранние стадии и провести адекватное лечение. Спасибо за внимание!